Сочетание Серебряный век Знаменитой поэмы Анны Ахматовой, поэмы без героя, которая, ну, в какой-то мере, употребляя выражение Белинского по отношению к Евгению Анигину, является энциклопедией Серебряного века. Даже они стали банальными. Ну, не банальными, но широко распространены. Ну, все-таки Серебряный век – это понятие и хронологическое, и семантическое. Употребляют его только в отношении русского искусства. Хотя есть аналогии прекрасной эпохи во Франции, совсем хронологически совпадающие с нашим Серебряным веком. Если говорить о хронологии, то это конец девятнадцатого столетия, девяностые годы, ну, можно было бы сказать, до начала революционных событий. Но можно, наверное, Серебряный век и хронологически ограничить более ранней датой. Как писала та же Ахматова, начинался не календарный двадцатый век. А двадцатый век – это уже век железный, нейлоновый и так далее, и так далее. В то же время Серебряный век не прекращается Октябрьским переворотом. Его кодой оказывается искусство русского зарубежья. Отзвуки Серебряного века живут в отечественном искусстве советского периода. Ну, а сейчас, когда мы вступили в новый переломный момент, а переломные моменты всегда между собой как-то рифмуются в рубеж девятнадцатого и двадцатого столетия, двадцатого и двадцать первого столетий, то проблематика Серебряного века актуализируется. Должен сказать, уже раз я говорил, что буду говорить о том, чем я сам занимаюсь, почему я занялся искусством этого времени, этим искусством, даже толком не зная, как истернин этот термин «Серебряный век». Ну, попал я в аспирантуру теперешнего Санкт-Петербургского академического государственного института имени Репина, тогда это был Градский институт. Это были шестидесятые годы, когда еще через обои зощинских коммуналок, в одной из таких коммуналок я начал жить, просвечивали узоры Серебряного века. И когда еще можно было встретить последних мастеров мира искусства, который составлял некий центр Серебряного века. Я бы мог сказать, что у меня более давние связи с Серебряным веком, поскольку мои бабушки, прабабушки, пермики и дружили с семьей Ягаревых. Но я этому как-то не придавал большого значения, уже поучившись в Петербурге, пожив сначала в таких рядовых коммуналках, а потом на квартире второй жены сына, третьей жены Билибина от ее первого брака, я уже окончательно окунулся в атмосферу Серебряного века. Одним из черп искусства Серебряного века было развитие книжной графики. А я по первому образованию филолог, и меня всегда интересовал синтез литературы и изобразительного искусства, который осуществляется в книге. И это толкнуло меня на занятия Серебряным веком, на занятия книжной графикой. У меня оказался очень доброжелательный руководитель Иосиф Бродский, потом сразу же говорю, нет, нет, не поэт, а племянник основоположника социалистического реализма Исаака Израильевича Бродского. Но Исаак Израильевич не только хорошие картины собирал, но, пользуясь, так сказать, своей известной мере неприкосновенностью, он мог заступиться в острый момент за Филонова, когда в Русском музее нескольких месяцев даже больше висела выставка Филонова, ее не решались открывать. Он выступил в газете «Правда» с тем, что выставку надо открыть, и приглашал Филонова преподавать возрожденную им в качестве учебного заведения, после революционных годов Академия художеств была как таковая ликвидирована, Академию художеств. Тут Бродский умер, приблизилась война, Филонов трагически умер в Ленинградскую блокаду. Бродский в 1936 году тоже был из его, так сказать, ну, можно сказать, хороших деяний, хотя кто его знает, как-нибудь, вызволил из Парижа или выманил, будучи сказать, из Парижа Ивана Яковлевича Билибина, а вот его племянник, будучи главным редактором издательства художника РСФСР, одним из первых стал издавать книги, посвященные им и милому искусству, и русскому зарубежью, и увидев во мне, провинциальном юноше, интерес к этому, сразу же мне получил собрать материалы о Билибине, с которыми он был знаком, Аберинбин, как и Филонов, погиб в Ленинградскую блокаду. Ну, вот так это, пожалуй, несколько слов о себе. Теперь к Серебряному веку. Серебряный век – это некий, само понятие Серебряного века, конечно, возникло по аналогии к понятию Золотого века. И если понятие Серебряного века недостаточно точно, вот сейчас его как будто бы уже, вот стали писать с большой буквы, без кавычек, почти что канонизировали. Даже одна из учительниц, которая, может быть, не знала 20 лет, этому уже назад, что такое Серебряный век, одну мою студентку, а потом моей студенткой стала, ставя ей четвертку на экзамене, говорила, с маленькой буквы написала Серебряный век, как тебе не стыдно. Вот это, я тоже иногда пишу с большой, иногда с маленькой, потому что это понятие только-только обретает терминологический научный статус. Но понятие Золотой век, наверное, еще более метафорично, еще более мифологично, оно восходит к Гесиоду, который говорил, что когда-то человечество жило в раю, не зная ни классовых, никаких иных, ни имущественных противоречий. И это и был Эдем, рай, это был Золотой век. Потом человечество стало ухудшаться, и появились новые века. Ту идею Гесиода отхватил Авидий и поэтически выразил ее в своих метаморфозах. Слово Золотой век употребляется к разным явлениям, широком, но чаще всего все-таки к явлениям культуры, к явлениям искусства. Ну, Золотой век итальянской живописи. Само собой, что это искусство. Это возрождение. Вначале считали только высокое возрождение, раннее возрождение считали еще каким-то недоискусством. Потом поняли, что, может, раннее, это еще лучше. Высокого. Это Золотой век итальянской живописи. Можно употребить понятие Золотой век и очень узко. Золотой век Брюссетского кружева или Брюссетского кружева. Золотой век Касминского литья, там, я не знаю, Калыванской яшмы. Может быть, Золотой век вашего музея, но он, наверное, сейчас только переживает, переживает, переживается. Как бы не было прекрасно серебро, золото выше. И Анна Андреевна, называя свою поэму без героя, как бы сопоставляла ее с Золотым веком. Сам термин Золотой век родился тогда, когда уже Золотой век окончился. Родился он в кругах русской эмиграции. Некоторые приписывают этот термин философу Бердяеву, некоторые поэту Николаю Отсупу, я почти этого поэта не знаю, Богомолок, наверное, знает, знаю только у Чуковского эпиграмма, что ты не Отсуп, а Отсуп в Чуковской написанную. Лев Николаевич Гумилев, сын Анны Андреевны, говорит, что он подсказал ей вот эти слова «Серебряный век» и за это выиграл чпушку водки. Так что, видите, разные происхождения. Но нам интересно подумать, если это «Серебряный век» понятие русское, то был ли у нас «Золотой век»? Ну, наверное, если посмотреть в мировом масштабе, то что может быть выше искусства Древней Руси? И само золото рублевских икон как бы вызывает ассоциации с метафорой «Золотой век». Но как-то неудобно фермин, родившийся на базе языческого искусства, переносить на искусство христианское. Очень часто под «Золотым веком» русской литературы подразумевают весь девятнадцатый век, а если речь идет о мировом признании, то скорее вторую половину девятнадцатого века. И связывают «Золотой век» с именем Достоевского, с именем Толстого, отчасти Тургенева, Чехова. Но расцвет литературы сопровождался отчасти расцветом станковой живописи, упадком в скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре, как бы мы сейчас не проявляли интерес справедливый научный интерес к периоду эклектики. Все-таки это не высший взлет искусства. Потом в самом понятии «золотой век» не только определение высокого качества искусства, но и некого его настроения. И опять-таки романы Достоевского, улицы Достоевского с этими дворами, колодцами, бронтмауэрами, они как-то с «золотым веком» не ассоциируются. Поэтому скорее всего «золотой век» это для нас тоже миф, конечно, но это все-таки пушкинская эпоха. И на базе поэзии родилось сопоставление поэзии Пушкина и Блока и родилось сопоставление золотого и серебряного веков. И действительно золото пушкинской поэзии как бы рассыпается над гармонией россиевских петербургских ансамблей, над живописью Венецианова и особенно его учеников. Вот для меня это, так сказать, золотой век русской культуры. Я очень люблю его и, наверное, не чувствую в себе достаточных моральных сил, чтобы им заниматься. Потом меня всегда привлекало что-то как бы не очень далекое. история, но не очень далекое. Сейчас для вас серебряный век то же самое почти, что для меня в моей юности был золотой век. А тогда, когда я вот живал в этих самых коммуналках зообщенковских, еще казалось, протяни руку и можешь достигнуть времени своих дедушек и бабушек. глубокая древность меня как-то, ну, как историка, конечно, интересовала, но не волновала. Я не знаю, чем больше может волновать Гибетская пирамида, чем Красноярский столб. Да, Гибетская пирамида сложена руками, но Красноярский столб тоже знает не меньшую историю. А вот меня волновало то, что связано с недавно ушедшими поколениями, с которыми еще можно условно, а мне даже удалось мне, через жен, через детей, через потомков даже безусловно поговорить. В 98 году, в 1898 году Игорь Грабарь в то время в популярном журнале, но не столь популярном, как, скажем, сейчас телевизионные сериалы, но бывшем в каждой интеллигентной семье. опубликовал статью «Упадок или возрождение». К этому в 98 году, если мы Серебряный век начинаем с начала 90-х годов, где-то может быть еще и в 80-е годы, уже назрел вопрос вот это новое искусство явно обнаружилось, «Упадок» поговорим, что это по отношению к предшествующему времени упадок или возрождение. Молодой Игорь Грабарь, конечно, стоял за то, что это возрождение. Эту же мысль продолжил в журнале «Мир искусства». Через несколько месяцев, в конце 98 года, вышли первые номера «Мир искусства». Сергей Дягилев, он написал статью «Сложные вопросы», и в первой главе статьи называлась «Наш мирный упадок». Дягилев и философов говорили о том, что нам падать не с чего. упадок – это поздние реалисты, ну, типа, скажем, Богданова-Бельского, неплохого художника, особенно сейчас, когда это модные всякие церковные воскресные школы. Упадок – это декаданс, это поздний романтизм, это эпигоны Куинджи, Айвазовского, упадок – это поздний классицизм, это Константин Маковский, это Генрих Семирадский, а мы рождаем новое искусство. Впоследствии Андрей Белый более тонко выразил эту мысль, сказав, что у нас вырождение и возрождение борются. Потому что что возрождал Серебряный Вет? Он пытался возродить русскую религиозную мысль и связанное с ней религиозное искусство. В это время писали свои философские труды и Булгаков, и Бертяев, упомянутый мной, и Флоренский. Но возродить ту высокую веру, в которой жила древняя Русь, было невозможно. Но оппоненты Дягилева и Грабаря, посреди них прежде всего маститы Владимир Васильевич Стасов, считали, что это упадок, что это упадок тех высоких гражданских идей, которые внесли передвижники вслед за русской литературой, вслед за Некрасовым, утверждавшим, что поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. Есть что-то таинственно привлекательное в Серебряном веке, даже в его упадке, слишком прагматичным, рационалистичным, отчасти назидательным было искусство предшествующего периода. Нет, мы, читавшись Достоевского, Тургенева, смотревшись с полотна не только Левитана, но и Шишкина, увидим там подлинную большую поэзию, но немножко надоели они все, надоели своим империзмом, как тогда оказалось натурализмом, за как само время потребовало чего-то другого. И эстетическое начало поднялось над началом этическим. Хочу, чтобы всюду плавала свободная водья, и Господа, и дьявола готов прославить я, писал Валерий Брюсов, один из апологетов серебряного века, поэзии серебряного века. Серебряный век окрашивался в какие-то особые эмоциональные цвета. Серебряный век действительно не родил гения равного Пушкину, равного Достоевскому. Чехов умер в 904 году, как бы на грани предшествующего периода и серебряного века. То же самое можно сказать о Левитане, о Чайковском, которые и закрывали искусство предшествующего периода, условно, скажем, искусство русского реализма, если это применимо к музыке и с другой стороны открывали начало Серебряного века. Но Серебряный век был силен тем, что никто так не прочитал Достоевского, как мастера Серебряного века, как, скажем, Мережковский в своем огромном труде, напечатанном в мире искусства, Лев Толстой и Достоевский сам был довольно слабый писатель, слабый таблеток, но вот он острее других почувствовал величие русской литературы. Никто, как художники мира искусства, не открыли красоту Венецианова, да не только Венецианова, но даже Федотова. Вестасово Федотов был предшественником героа, предшественником художников критического реализма, А все-таки Федотов нам ценен не только этим, он ценен нам и своей грустью, и своей тонкой поэзией. Никто, как литераторы, опять-таки, художники не раскрыли фантастику, мистику Гоголя, никто так не изобразил Гоголя, как Николай Андреев в его московском памятнике, не тот, который стоит на бульваре, а тот, который стоит во дворе, не сидит во дворе. Вот этот упадок, он где-то обострял чувствительность и обострял восприятие искусства прошлого. Если говорить о направлении художественной культуры Серебряного века, то это прежде всего импрессионизм, это символизм, выразившийся в стилистике модерна. Надо сказать, что хрестоматийная страна для смены стилей в XIX веке Франция прошла уже эти направления, проходила, и Россия немножко жила отраженным светом до самого авангарда, но об авангарде мы скажем потом. импрессионизм и символизм. Импрессионизм это как бы ну какая-то вершинная точка реализма. Эпоха Возрождения открыла перспективу правильность изображения анатомии человеческого тела. Импрессионизм открыл воздух, солнечный свет, импрессионизм можно сказать приблизился к натуре как ни одно из направлений до него, но приблизившись к натуре он и дал толчок от нее оттолкнуться, потому что импрессион это впечатление, а фиксация впечатления ведет к фантастике, ведет уже к следующим направлениям. Так вот Константин Алексеевич Коровин, которого в наибольшей мере можно назвать импрессионистом в России, написал свою хористку в 83-м году. Это еще царствование Александра Третьего, а вообще так сказать импрессионизм если связывать с сменой царствований это период царствования последнего из династии Романовых, последнего русского императора я говорю не только о мпрессионизме вообще о серебряном веке это время Николая Второго. Даже горячие поклонники Коровина один из его учителей Паренов очень тонко чувствующий искусство хотя часто менявший в отличие от Стасова свои точки зрения Репин посоветовали Коровину больше таких картин на выставке не выставлять и Коровин сделает какой-то шаг от импрессионизма к старым мастерам к реализму и потом уже в своих крымских этюдах вернется к импрессионизму тогда уже когда появится черный квадрат Малевича вот то что скажем во Франции происходило постепенно смена одного направления ну более-менее постепенно нигде искусство очень-то логично не развиваются но все-таки более-менее постепенно в России накладывалось одно на другое можно сказать что вот эти работы это некие прелуминарии серебряного века ну сред за Хариской Коровина мы видим девочку с персиками Валентина Серова она была уже спокойнее принята Серова учился у Репина перед Репиным преклонялся Стасов Стасов дружил с отцом Серова Александром Николаевичем выдающимся русским композитором да и в самой композиции девочки с персиками больше традиционности больше уравновешенности картинности я бы мог многое сказать об этой работе но сейчас для меня она важна как знак начала серебряного века ну можно сказать о том что импрессионизм это вообще гедонистическое жизнерадостное искусство и творение гедонизма скажем творчество Ренуара все таки эта девочка не Ренуаровская девочка и неверно говорить что вот вот это она изображена дочь Савы Ивановича мамонтов вот она в столовой мамонтовской освещенная солнцем присела на краюшек стула но ведь грустное ее лицо и в этом отношении она наследница тургеневских девушек русское искусство хоть и декларировало словами Брюсова противопоставление эстетики этики да и не только словами Брюсова все таки до конца по пути Гуальда по пути Берцлея по пути Ницше оно не решилось идти русская этическая традиция как-то сдерживала его и в этом особая поэтичность русского серебряного века вот рядом тем не менее в этой работе Серова тоже проявляются импрессионистические тенденции и Серов так же как и Коровин начнет от них уходить уходить сначала возвращаться к реализму затем обратиться к стилистике модерна и вот в преддверии да рядом с ними работал может быть самый крупный художник серебряного века если мы говорим что серебряный век не дал денег то все-таки ну сам-то гениальнее Врубеля в серебряном веке никого не было и вот эта девочка на фоне персидского ковра она преддверие символизма преддверие стилистики модерна сама орнаментальность ковров на фоне которых изображена дочка владельца киевской судной кассы переходит в орнаментальность всей композиции всего рисунка и здесь уже здесь уже рождается стилистика модерна сейчас маленькая пауза теперь я хотел сказать что само слово серебряный век когда бы оно не появилось вот оно окрашено какими-то холодными тонами холодными цветами в отличие вот от золота пушкинской поэзии от золота венециановской живописи фиолетовые руки на ямалевой спине Грюсова лиловые миры Врубеля о которых писал Блок голубая роза одно из направлений в русском искусстве голубой цвет был очень популярен не имел никакого отношения к сегодняшнему его обозначению хотя явление само было крайне распространено эти холодные цвета русского серебряного века находили аналогии в зарубежном искусстве это и синяя птица метрлинка и голубой цветок навалиса вот мне просто хотелось пройти целый ряд полотен серебряного века в которых вот ощущается его колорит его аура прямо не останавливается но прежде всего это конечно полотно врубеля это вот эти самые меловые миры ну не надо уж это так понимать что он все чернильной краской писал нет врубель тончайший колорист по-моему если гений среди художников предшествующего поколения это суриков то вот гений серебряного века это врубель они ценили друг друга ценили друг друга я вам говорил о том что серебряный век как никто другой прочел искусство литературу предшествующего периода кто бы так изобразил царевну лебедь Пушкина про нее ведь не скажешь жена не рукавица с беретной ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь а между прочим и тут более тонок и художественный и тут из русского музея и опять это холодная красочная гамма эта красочная гамма как и орнаментальность рисунка характерна для модерна модерн и символизм не надо противопоставлять друг другу это как бы переливающиеся сосуды модерн чаще всего себя реализует символизм чаще всего себя реализует в модерне а модерн ищет оправдание своим исканием в символизме последователями Врубеля выступает целая группа художников москвичей впрочем они не только москвичи о границах географического серебряного века географические границы серебряного века мы скажем позже это знаменитый водоем уроженца Саратова Борисова Мусатова учившегося и в Москве и в Петербурге и у себя в Саратове и в Париже это призраки Борисова Мусатова некая призрачность зыбкость это тоже характерная черта серебряного века в конце жизни Борисов Мусатов в какой-то мере возвращается к реализму но эти слова реализм можно понимать по-разному можно считать реалистичным все искусство начиная от наскальных рисунков ну а можно все-таки с реализмом связывать какие-то направления наиболее ярко выраженные в девятнадцатом веке так вот я когда говорил о Васильках это возвращение ну каким-то более традиционным формам последователями сейчас вернусь вот следующий дайте работу последователями Борисова Мусатова стали художники организовавшие в девятьсот седьмом году выставку под названием «Голубая роза» да многие из этих художников были уроженцами Саратовской губернии вот расширяется территория искусства Саратов становится не только провинцией в девятьсот четвертом году саратовцы устраивают выставку в своем городе под названием «Алая роза» на которой экспонируют и Врубеля и Борисова Мусатова но «Алая роза» как-то звучит слишком ярко слишком резко для искусства этого времени и вот появляется «Голубая роза» Абрам и Фросс один из известных критиков с начала двадцатого века еще критически отнесся к ранним работам Павла Кузнецова и вообще «Голуборозовцев» он говорил что в фонтане Павла Кузнецова бьет вода из водоема Борисова Мусатова но постепенно Павел Кузнецов обретает в рождении еще больше так сказать этого такого немножко поверхностного символизма но постепенно Павел Кузнецов обретает свое лицо он едет тогда назывались киргизские но скорее это казахские степи разные вещи создает Павел Кузнецов но вот это какая-то нематериальность это воздушность серебряного века и в то же время стремление запечатлеть не какой-то отдельный уголок природы а хватить в пейзажи панораму земного шара характерно для этого выдающегося художника вот эта нежная серебристо фиолетовая голубая гамма порой оживлялась яркими давайте дальше порой оживлялась яркими вспышками нарядов архиповских баб малявинских девок этот вихрь был показан в 906 году в контексте революционных событий пожаров пуска красных петухов он воспринимался как революционная картина вряд ли малявин думал о революционности но для серебряного века характерны не только символизм искусства но символизм восприятия искусства символизм отношения к искусству яркими вспышками отдавались одежды устойливских купщик я специально взял не самую популярную работу устойлива а работу собрания киевского музея если начался серебряный век 80-е годы то мы сказали что вот кончился где-то накануне первой мировой войны а дальше уже отголоски серебряного века вплоть до наших дней естественно возникает вопрос как связан серебряный век с русским авангардом с тем явлением в нашей отечественной живописи которая получила такую широкую популярность знаете я сейчас объезжал ряд учреждений и все время возмущался бюрократии не оформляют там командировку так как надо но музейная бюрократия это великое дело она спасла и иконопись она спасла и авангард как же это выбросить как сделать столешницу когда есть инвентарный номер нужен приказ сверху а пока это эти приказы пришли началась оттепель начались новые времена началась перестройка и мы стали ценить это искусство как авангард связан с искусством серебряного века ну ранний авангард непосредственно Михаил Ларионов ученик Коровина и Серова и может быть самый тонкий русский импрессионист тоньше самого Коровина только для Коровина импрессионизм это все-таки почти все творчество а для Ларионова это ученическая стадия без импрессионизма сейчас не может обойтись никто даже Барнаульский и Екатеринбургский художник это школа школа Ленера но вот Ларионов от импрессионизма переходит к примитивизму он знакомится с творчеством Ника Перасманишвили он видит возможность другого взгляда на мир другого осмысления действительности но Перасмани это Перасмани а в известной мере верните еще на лучших солдатах а в известной мере и отголоски федотовской грусти и федотовского анкора в этом отдыхающем солдате Ларионов сам служил в армии потом был на фронте первой мировой войны спутницей жизни его выступала Наталья Гончарова Наталью Гончарову привлекали яркие краски народного искусства но в отличие от Малявина от Кустодиева от Билибина которым я много занимался о котором мы потом будем говорить в связи с книжной графикой она не поправляла примитивный рисунок по законам академического мастерства хотя могла бы поправить как и Ларионов мог писать пленерную живопись она заостряла черты примитива от этого примитива она шла к постижению древнерусской иконописи но это ранний авангард Машков учился у Серова раздражал Серова своими зелеными подмышками своих натурщиц но писал здорово писал так же здорово как его коллега кончаловский Машков Кончаловский Лентулов Фальк создали другое объединение почти одновременно эти объединения создавались под тоже эпатажным названием Бубновый Валер на спину Бубновый Туз писал Блок 12 вот такое эпатажное название верните еще мне это портрет художника Якулова арменина по национальности работавшего по преимуществу в России мы специально будем говорить о мире искусства поскольку это предмет моих исследований но забегая вперед скажу что мир искусства созданный Дягилевым и Бенуа прекратил свое существование накануне революции 905 года и возродился в 910 году уже без Дягилева Дягилев перенес свою деятельность сначала в Париж а потом и в другие страны мира и вот на первой выставке возрожденного мира искусства экспонировался этот Якулова художники присутствующие здесь знают как художника нервируют соседей на выставке нет не только соперничество а просто скажем сильно картина написанная в очень ярком не искусствоведческий термин ударном скажем так колорите может забить работу подобную вот первой работе Ларионова которую мы видели и никто не хотел висеть рядом с этим портретом Якулова он выполнен в примитивистском духе он напоминает базарные фотографии мне в детстве страшно хотелось сфотографироваться в такой фотографии но мои интеллигентные родители говорили что не прилично а так было бы приятно высунуть дорожу в это полотно а там ты ты моряк или ты горец вот этот Якул так представлен Кончаловским и 910 год рядом оказался Серов это последняя выставка Серова предпоследний год от его жизни и Кончаловский бравируя ведь ему совершенно все равно где висеть Серов-то да говорит о том что вам-то все равно а каково соседям и тогда Кончаловский вспоминает я в упор спросил Серова а вам-то нравится и Серов ответил очень и отошел я думаю что он отошел потому что ему не нравилось что ему это очень понравилось Серов чувствовал что наступают новые времена что не только времена передвижнического реализма но и времена серебряного века времена импрессионизма символизма уходят в прошлое что приходит другое искусство через год на могиле Серова который был похоронен на Новом Девчьем кладбище выступил молодой воспитанник Московского училища живописи вояне изучества Владимир Маяковский который хвалил Серова за то что он никогда не мешал ученикам развиваться дальше это сохранилось только по воспоминаниям речи Маяковского один из учеников Серова и прямой его последователь такого немножко салонного характера Келлин потом подошел к Маяковскому и поблагодарил этого поэта художника Куригана за такие теплые слова а Валентин Александрович нашел фамилиарный Маяковский похлопал старшего по возрасту Келлина по плечу и сказал ничего ничего вас вы еще лучше покороли вот это 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 был перелом от серебряного века к авангарду наступал пора зрелого авангарда границы между ранним авангардом бубновым балетом и ослиным хвостом и зрелым авангардом они достаточно условные то это еще более условно Василий Васильевич Кальдинский самый старший из мастеров русского авангарда он родился в 66 году он всего на год моложе Серова но он пришел к своей абстрактной живописи иногда полуабстрактной мне больше всего нравятся его картины в которых где-то угадываются изобразительные формы это зрелый авангард и я думаю что отрывать Кандинского от серебряного века от стиля модерн с его гнутыми линиями от символизма все-таки нельзя хотя хотя это уже вдруг хотя это уже нечто другое вот работа из собрания нашего Екатеринбургского музея которого директор намеревалась обменять на одну балку ворот и которая теперь кормит наш музей потому что какая-то выставка в Америке и сразу уже несколько человек едут везут ее охраняем картины отпусти Кандинский явно связан с тем более что в отличие от Марионова от Кончаловского от Маяковского он не был хулиганом не был художником эпатажа он кончил московский университет он занимался математикой он занимался музыкой он научно подходил к искусству не отрывен от серебряного века и Марк Шагал ставший в последствии 20-е годы главой парижской школы а в 10-е годы он учился у мир искусника Бакста но я думаю что еще большее влияние чем Бакст у него была чисто национальная симпатия а он гораздо больше получил от Добужинского который умел передать аромат неповторимое место какого-то городка и вот этот самый Витебск любимый Шагал потом большую часть жизни Шагал проживет в Париже и будет ласково называть Париж моим вторым Витебском я думаю что Шагал все-таки внутренне связан с Серебряным веком гораздо меньше связан с Серебряным веком Казимир Малевич это его работа 16-го года из Кернского собрания а вот работа предшествующего года из Средневодской галереи этот знаменитый грозный как говорил Бенуа икона нового времени черный квадрат я сейчас не буду останавливаться на анализе черного квадрата во-первых это у меня вряд ли хорошо получится я не авангардист но я понимаю этот черный квадрат в контексте развития русского искусства к черному квадрату русское искусство естественно шло и казалось Бенуа теперь задержитесь казалось Бенуа что оно на этом черном квадрате и кончилось а между тем черный квадрат как мы видели следующую супрематическую композицию Малевича открыло новые пластические формы новые формы освоения действительности но это уже явно не серебряный век как явно не серебряный век один из моих любимых мастеров авангарда как-то он мне постижимее Татлин явно не серебряный век Филонов очень трудный художник очень драматичный вот тот за кого заступился в предреволюционные годы Бродский в то же время отголоски серебряного века вот и в творчестве Шухаева но не будем царотели трогать но ясно что отголоски серебряного века во всем искусстве и 20-го и 21-го и 21-го столетий ощущаются хороооо'd веке Продолжение следует...